Симферополь А по два часа утром и вечером Если обильных осадков так и не будет Аксенов думает, что люди в таком режиме Смогут жить вечно Он уже и сам называет такую картину дном Мой худший прогноз Самый худший, что скорее всего График до конца года останется в таком же режиме Либо даже он может быть Если совсем будет плохо Ужесточен до двух часов вечером, двух часов утром Пока мы сейчас оцениваем возможность Принятия таких решений Но это будет последнее ужесточение Если ситуация к этому подведет Последнее ужесточение И мы с коллегами однозначно уверены Что в самом худшем варианте Мы можем держаться в такой ситуации условно бесконечно Это будет дно этой картины Хотя еще пару недель назад Российские власти Крыма После многочисленных просьб и жалоб горожан Задумались над тем, чтобы изменить График подачи воды хотя бы в выходные дни Но очень быстро от такой задумки Отказались Ситуацию усугубил еще и отопительный сезон Мы пытались подумать Каким образом сделать водоснабжение На выходные дни, соответственно, более комфортным Но вот пришли к мнению, что технические возможности Такое, к сожалению, при сегодняшнем уровне водоснабжения Уважаемые крымчане, здесь просим извинить Но возможности нет График будет одинаковый И в будние, и в выходные дни Здесь по-другому не получается Кстати, а где новости про самолет, который вызывает дождь? Один раз полетал и вернулся в соседнюю Россию? Сергей Валерьевич, крымчане просят ответа Неужели акция была одноразовой? Позвольте поинтересоваться А самолет, закупленный для вызывания дождя, был одноразовый? Самолет не Гудвин, как многие считают, и не шаман Он дождь не вызывает Он распыляет реактивы над уже имеющимися тучами Тогда идет дождь, и тучи не успевают удрать Имеющихся туч нет Ждем-с И на самом деле и самолет ждет Которого нет уже давно в аэропорту Тогда теперь Крыму нужен самолет, который собирает по небу тучи И пригоняет их на нужную территорию И он, естественно, будет стоить несколько миллиардов Вот как очередной циклон будет идти, сразу очередные миллионы на него спишут Из-за изношенности труб люди получают только 40% воды То есть больше половины теряются еще по пути из водохранилищ или скважин Кстати, о скважинах Их продолжают бурить по всему Крыму Но кроме того, что этих объемов в любом случае будет недостаточно для одного только Симферополя Источники подземных вод не бесконечны Так что надежда у Аксенова только на опресенительный завод Который построят не раньше, чем через год Все-таки подземные воды в таком количестве все равно брать опасно При том, что есть определенные заключения и так далее Но прогноз, так сказать, дать точный Уверяю, что, наверное, не сможет никто До 18 апреля поэтапно мы получим из 18 скважин Где-то 58 тысяч километров воды дополнительно в сутки При этом мы все равно на полный объем не выйдем Практически все подземные резервы в этой ситуации исчерпаны При этом график в данном случае не изменится Даже при том, что погоды не будет И до тех пор, пока не будут построены опресенительные установки Прогнозы метеорологов тоже очень неутешительны Как минимум полгода без интенсивных осадков в Крыму Значительных осадков и сильных дождей в месяцы холодного полугодия ждать не приходится Сильные осадки бывают летом или в начале осени Когда мощная кучевая облачность Взрывные конвективные процессы Сейчас же резких взрывных процессов не бывает Дожди зачастую монотонные, обложные Но они не интенсивные Рассчитывать на то, что будут сильные осадки, которые пополнят водохранилище, сложно Пока Северокрымский канал функционировал, вода из него уходила в почву Благодаря чему во всем Крыму регулировался водный баланс И начиная с 2014-го эти подземные ресурсы начали активно использовать А сейчас эти запасы сошли на нет Об этом в эфире телеканала Дом рассказал Сергей Кунницын, бывший председатель Совета Министров Крыма Вот сегодня пришла ситуация в Крыму, когда этот баланс исчерпан И ты строишь там искусственные водохранилища Оно же должно откуда-то прийти, эта вода Вы представляете, там годами должны быть ливни, чтобы этот объем водохранилищ заполнить На самом деле ситуация, на мой взгляд, с водоснабжением она критическая уже сегодня И запасов воды там практически нет Сергей Куницын также не верит, что опреснительные установки как-то спасут ситуацию Давайте посмотрим, что думают жители Симферополя о сложившейся ситуации Кто виноват и когда нужно было решать водный вопрос в Крыму Только был 14-й год, Путин предлагал построить два завода Что Аксенов сказал, мы своими силами сами все сделаем И сейчас он своими силами Довести нас до такого состояния, это только идиот правитель может Надо было решать проблемы давным-давно Крым всегда был с водой, пусть ищут источники, родники Виноваты все Украина, что отключила воду, чего отключать, не за нее деньги платят А Аксенов тоже виноват, вовремя они среагировали и ничего не сделали Поэтому они все виноваты Сейчас еще обсуждаются вопросы о поднятии тарифов на воду О чем подробнее я расскажу в следующих выпусках Меня зовут Милена Медеда, телеканал Дом Подписывайтесь на нашу страницу в Facebook и на канал YouTube И обязательно делитесь с нами тем, что происходит у вас дома Пока! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»